В 2017 году впервые в истории России стартовал федеральный проект формирования комфортной городской среды. Его цель – сделать уютными и комфортными не только города, но и села. Многие эксперты назвали этот проект поворотной точкой в истории развития населенных пунктов страны. В первую очередь потому, что условия софинансирования со стороны государства помогают жителям реализовать планы по благоустройству территории родного города. Результаты этой программы есть и в Десногорске. В Десногорске сделаны уже работы по первому микрорайону 10 дом, первый микрорайон 1 дом, седьмой микрорайон дома номер 1-2, вот сейчас проходят работы в третьем микрорайоне дом 2-3 и четвертый микрорайон сделаны дома номер 7-8. При этом инициатива жителей – необходимые условия. Чтобы попасть в федеральную программу формирования комфортной городской среды, собственникам нужно проявить инициативу собрать общее собрание собственников помещений данного дома. Для этого им необходимо обратиться в МОПККП. Мы поможем составить все необходимые документы, то есть провести это общее собрание. По итогам всех процедур документы, среди которых проект работ и смета, попадают на стол главе Десногорска. И тогда территория становится в очередь на производство ремонта. Со всеми тонкостями этого процесса уже знакома Ольга Морозова. Она – инициативный житель дома номер 2 третьего микрорайона. Именно здесь в данный момент идет обустройство двора. Все по программе «Комфортная городская среда». В прошлом году жильцы нашего двора узнали о такой замечательной возможности благоустроить свой двор с помощью средств из государственного бюджета. Программа «Комфортная городская среда» состоит из двух частей. Это обязательные ремонтные работы, они для жителей бесплатные, а также работы на условии софинансирования. В случае с Ольгой за установку детской площадки и расширение автомобильной парковки жителям этого двора нужно собрать 20% от общей сметы. Остальное – за счет программы. Решением инициативной группы было принято делать только обязательную, минимальную часть программы. Даже минимальный перечень работ, а тем более бесплатно, уникальная возможность, которой в России раньше не было. Мы получим по проекту новые проезды домов, новые тротуары, лавочки удобные для наших пенсионеров, новые фонари над подъездами и урны для мусора. Всего этого мы ждем. В целом ждем окончания работ, потому что у нас проблема сейчас, где парковать транспорт. Все с пониманием относятся. Ждем, ждем, ждем. Ремонт этого двора начался в начале августа нынешнего года. Окончание же работ планируется в начале октября. В целом программа «Комфортная городская среда» будет действовать до 2024 года. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.